МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С учетом кризисных явлений конца прошлого года, напряженности работы основных секторов экономики, первый квартал характеризуется тем, что есть определенные сложности в промышленном комплексе республики, показатели по первому кварталу на уровне 92%, то есть мы видим определенное снижение. Есть определенные сложности в отдельных видах промышленного производства. Это в первую очередь касается производства машин и оборудования, производства транспортных средств, это в первую очередь промтрактор, вагон. То есть мы видим, что ряд предприятий первый квартал сработали значительно хуже, чем первый квартал 2014 года. Но в то же время есть по определенным направлениям оптимизм, что сегодня предприятия загружены. Это в первую очередь касается организаций, которые работают на гособоронзаказ. Это химическая производство показало неплохие темпы, порядка 15% роста к первому кварталу прошлого года. Это электротехнические предприятия, рост на 10,4%. Производство пищевых продуктов, рост на 4%. Ну и дальше там целлюлозно-бумажное, тоже рост по порядка 6%. Видим мы положительные тенденции в строительстве. Это как и жилищное строительство. Очень неплохие темпы. По темпам мы занимаем второе место в Приволжском федеральном округе Устума и Самарской области. Ну и строительный подряд темп роста порядка 106,7%. То есть здесь как бы разнонаправленность в экономике отмечена. И здесь нужно рассматривать, наверное, каждое направление отдельности и смотреть, какие есть угрозы развития бизнеса, есть сдерживающие факторы. И что способствует сегодня, наоборот, положительным вот этой тенденции, которая имеется в отраслях. Также хочу сказать о сельском хозяйстве. В положительной зеленой зоне держится по 3 месяцам. Чуть выше 100%. И надеемся, что показатели в дальнейшем, с учетом погодных условий, тех планов, которые поставили сельхозтовые производители, тоже будут иметь положительные тенденции. Какие отрасли, какие направления, если можно так выразиться, просели и сколько у них шансов на выравнивание? Как я уже сказал, таких явно просевших направлений у нас нет. Есть промышленность, которая сегодня по первому кварталу показала индекс 92%. И внутри, если посмотреть, что большинство подвидов имеет положительную динамику. Положительную динамику как по отношению к первому кварталу прошлого года, так и по заделу, который есть на второе полугодие, второй квартал 2015 года. Особое какое-то опасение вызывает работа групп компаний концерна тракторные заводы. Ее тоже обсуждали, в том числе и в прессе. Я, наверное, детализировать это не буду. Единственное, скажу, что по сравнению с первым кварталом 2014 года, группа предприятий концерна не выпустила продукции примерно на 2,5 миллиарда рублей. Вот эти 2,5 миллиарда рублей, если их добавить в копилку итогов работы промышленного комплекса за первый квартал, мы получим где-то на уровне 100% индекс. То есть, в принципе, и промышленный комплекс сработал, соответственно, на уровне первого квартала прошлого года. Немножко есть снижение производства электричества, тепла, как подотрасли. И оно тоже связано с тем, что есть какие-то определенные, как я сказал уже, концерны отставания в производстве промышленной продукции, которые характеризуются, допустим, энергоемкостью. Соответственно, меньше выпустили предприятий промышленного, значит, потребили меньше электричества, ну, плюс теплая зима. То есть, вот, наверное, это два таких направления, которым можно отметить, что они работают сегодня с перебоями хуже, чем первый квартал 2014 года. В целом, как я уже сказал, большинство предприятий сегодня, в принципе, работают в соответствии со своими планами. Ну, как выполняется бюджет республики по показателям первого квартала? Ведь в начале года, в конце прошлого года говорилось о том, что, возможно, три варианта развития событий. Это базовый бюджет, исполнение базового бюджета, кризисного и стресс-сценарий. Вот по какому из них? Ну, бюджет верстался осенью, в сентябре. Правительством был представлен главе республики, ну, и, соответственно, главой республики после рассмотрения был внесен уже в Госсовет. Соответственно, работа над бюджетом проходила как раз вот на фоне вот этих кризисных явлений. Основные параметры бюджета уже при принятии Госсоветом не менялись, потому что до конца не было понятно вообще, как будет выстроена экономическая модель и в Российской Федерации, ну, и, соответственно, как будет реагировать экономика отдельных субъектов федерации, ну, в данном случае Чувашской Республики. Соответственно, бюджет был принят, ну, без учета вот тех кризисных моментов, о которых я сейчас сказал, с ростом, в том числе, доходной, расходной части. И уже, в соответствии с поручением главы республики, в конце года правительство начинает работу по корректировке бюджета, разработке вот сценариев развития, как вы сказали, это базовый, в котором в виде принят бюджет. Это неблагоприятный, это с недополучением налогов от, там, 5 до 10 процентов. Ну, и стресс-сценарий, это на уровне исполнения бюджета 2009 года, когда не были дополучены, там, порядка 20 с лишним процентов налогов, ну, и, соответственно, коснулись уже многие статьи секвестирования бюджета. Ну, если брать, 9-й год, это дорожного хозяйства, в первую очередь. Все эти работы правительством проведены, и в ходе обсуждения у главы республики было принято решение, именно первый квартал и вот часть второго квартала вести мониторинг, это первое. Второе, так же, как правительство Российской Федерации, заморозить часть расходов, то есть, как резерв, на который идет недоисполнение. И, соответственно, активизировать и сконцентрировать работу на защищенных статьях бюджета, которые ни при каких обстоятельствах не должны быть невыполнены со стороны правительства. И, подводя итоги первого квартала, мы видим, что по собственным доходам мы к 2014 году собрали порядка 95%, то есть, идет недополучение. С учетом того, что в бюджете стоял рост где-то порядка 10%, то есть, вот мы видим, что мы идем как раз по неблагоприятному пока сценарию, ближе к нему укладываемся. Есть поддержка федерального бюджета, это касается и выделенного бюджетного кредита, и трансферты своевременно перечисляются, что, в общем-то, подкрепляет нашу способность в полном объеме выполнять свои обязательства. Сегодня, если брать в целом исполнение консолидированного бюджета, то он с ростом 105,5% к прошлому году, в первом кварталу. Если брать республиканский бюджет, тут рост еще чуть выше, порядка 189%, но это, в первую очередь, за счет того, что мы неплохо работаем с федеральным правительством, то есть, выполняются обязательства межбюджетные, которые, в принципе, подкрепляют наши возможности. То, что касается, как я уже сказал, по поступлению собственных доходов, пока мы укладываемся в этот сценарий неблагоприятного развития. Сейчас ведется работа по уточнению бюджетных параметров. Данную работу провело правительство Российской Федерации, буквально недавно президентом России подписан федеральный закон с теми изменениями, исходя из новых параметров федерального бюджета, соглашений, которые заключены со стороны правительства республики, министерств с федеральными ведомствами. И вот исполнение бюджета уже по доходам и по расходам мы будем в ближайшие месяцы формировать бюджет, внесем его на кабинет министров Чувашской республики, рассмотрит его глава, и будет приниматься решение уже по внесению его в Государственный совет Чувашской республики. Чем вы готовы пожертвовать в первую очередь? Какие статьи попадут под секвест? Ну, здесь для маневра сегодня не так много места, с ученым того, что вы знаете, что бюджет носит социальный характер, он и должен носить социальный характер, но он именно социально наполнен с точки зрения защищенных статей, то есть выплата зарплат, пособий, это мандатных обязательств регионального правительства. И он где-то сформирован на процентов 85 из этих обязательств. Соответственно, секвестру может подвергнуться вот эти 15-20 процентов, которые в принципе в большей части направляются или на инвестиционные расходы, или связаны с какой-то текущей деятельностью отраслей, отдельных ведомств. То есть, в принципе, по ним ведется работа по оптимизации, в первую очередь, расходов, где-то блокировка расходов, где-то, соответственно, мы отказываемся от, если это касается инвестиций, то от объектов, которые планировалось начинать строить в этом году. Все, что запланировано было в предыдущие годы, что находится в работе, и, соответственно, мы планируем выполнить обязательства, так как высокая степень готовности, есть уже издержки по строительству, и с заморозкой этих объектов просто возникнут дополнительные издержки у правительства в дальнейшем по запуску объектов и их эксплуатации. Иван Борисович, как выполняется антикризисный план, который правительство республики приняло в конце прошлого, в начале этого года? У нас, надо сказать, в первую очередь, у нас, наверное, все-таки по исполнению антикризисного плана меньше инструментов, именно финансовых, по наполнению его, чем у федерального правительства, потому что все-таки федерация под антикризисный план запланировала серьезные денежные средства как отраслевого характера, так и для финансового сектора. И сегодня, в принципе, мы в первую очередь нацелены на взаимодействие наших антикризисных мер в плотной работе с отраслевыми министерствами федеральными. В чем это проявляется? Есть направление поддержки инновационного развития. Целый ряд предприятий у нас уже получили средства и планируют в дальнейшем принимать участие. Есть такое постановление 1044 о проектном финансировании. Целый ряд проектов включены наши. Есть химпромы, есть тракторные заводы, есть целый ряд предприятий со своими проектами. То есть там планируется выделение более дешевых средств для финансирования отдельных инвестиционных проектов, которые реализуются на территориях. По нашей линии, это поддержка по линии сельского хозяйства. То есть там ни один рубль не подвергнут сокращению. И сегодня, если вы посмотрите по расходам первого квартала, и субсидирование, то есть доведение до сельхозпроизводителя идет темпами значительно выше, чем в предыдущие годы. То есть, в принципе, здесь главная задача – это довести целевые средства до получателя, чтобы они… Насколько я помню, последние буквально на днях министр сельского хозяйства отчитывался, что долгов нет. То есть все, что должны были выплатить, включая там март месяц, все это выплачено. Все это выплачено, доведено. И я еще скажу больше. В первом вопросе мы обсуждали изменения, которые подписал президент России в федеральном законе. Там предусмотрено порядка 54 миллиардов рублей для сельского хозяйства Российской Федерации, в том числе и для нашей республики. Это как раз подкрепление по тем долгам, которые были по предыдущим годам, в том числе по инвестиционным кредитам, по субсидированию личных подсобных хозяйств. То есть, в принципе, сегодня наша задача – обеспечить свое участие, софинансирование и, соответственно, уже доведение этих средств до производителей до конца года, чтобы не было вот этих долговых разрывов, о которых вы сказали. Поэтому это вот антикризисные меры, они действуют. И сегодня мы видим, что в сельское хозяйство пошли кредиты на посевную, и темпы кредитования, если сравнить с предыдущим годом, они на 30-40% выше в 2015 году. То есть, те решения, которые были приняты, опять же, правительством России, как кабинетом министров. Ну, сегодня процентная ставка субсидируется так условно, от 16 до 17%. Соответственно, сельчане, если все выполняется, своевременно доводятся средства, они не почувствовали этой разницы. Ну, возможно, чуть больше маржа у банков остается. Но в этом плане, то есть, они почувствуют, что правительство России, правительство Чувашской республики эти меры государственной поддержки оказывают, и они точечно, целевого характера поступают именно предприятиям, личным подсобным хозяйствам, фермерам. Соответственно, уже в первом квартале работа в этом направлении ведется. Я думаю, что в дальнейшем это все будет продолжено. Также направление, которое сегодня развивается правительством республики, это малая и средняя предпринимательство. То есть, все направления, которые мы обозначили, они сохраняются. В этом году планируется ввести индустриальный парк, идет субсидирование инновационного бизнеса, лизинговых платежей. То есть, в принципе, те формы поддержки, которые не существовали, не сужаются, а расширяются. Также действуют созданные институты развития, это гарантийный фонд, агентство кредитования малого бизнеса, где, в принципе, по доступным ставкам предприниматели могут получить средства. Какие направления еще мы развиваем довольно активно? Это развитие связей с крупными корпорациями. У нас прошли мероприятия, связанные с РЖД. Есть соглашения с Росатомом, Россетями, с Газпромом активно. Здесь, в первую очередь, нацелены на внедрение наших программ, программ, которые есть у предприятий по импортозамещению, в программы импортозамещения, которые обозначены отраслевыми федеральными министерствами и крупными компаниями. То есть, чтобы этот процесс синхронизировать и, соответственно, попасть, так скажем, в те планы по финансированию. Ну, то есть, чтобы не действовать автономно, не изобретать велосипед, а... Совершенно верно. То есть, делать то, что требует рынок. И сегодня мы видим, что там идет оплата, идет заказ. И, соответственно, это дает возможность развиваться нашим предприятиям. Иван Борисович, такой вопрос. С 2009 года у нас в Чувашии реализуется проект, один из таких ярких социальных проектов. Это строительство Государственного жилищного фонда. В этом году какие планы, какие цифры? То есть, повлияла ли на эти объемы какая-то экономическая ситуация? Или все остается по-прежнему? То есть, будем строить дальше, будем давать квартиры? Ну, старт фонду дан в 2008 году. За этот период построено порядка двух тысяч квартир. 21 объект находится в казне Чувашской республики. И который сегодня предоставляется очередникам, кто состоит в муниципалитетах, в социальной очереди, на получение жилья. А видные ставки привлекательные. Они ниже рынка в 3-4 раза, которые сегодня есть в Чебоксарске и в Шумерле, где у нас представлен Годжио фонд. Поэтому спрос со стороны очередников высокий. 2014 год прошедший тоже оказался здесь, в соответствии с планами, успешным. Было введено два объекта. Это 80-квартирный дом и 270-квартирный дом в районе улицы Богдана Хмельницкого. Из этого фонда в 350 квартир, 90 квартир были предоставлены жителям расселяемых из аварийного жилья. Это то, что мы должны выполнить в соответствии с указами президента Российской Федерации. Они целевым образом были предоставлены городу Чебоксар. И, в принципе, сегодня жители аварийного жилищного фонда расселяются и будут заселены в это. И, соответственно, оставшиеся 260 квартир, они распределены. Есть комиссия, которая действует в Министерстве строительства. Распределены между очередниками по социальной очереди. Со всеми данными можно ознакомиться. На сайте Минстроя все это публичная информация. То есть это и бюджетники, это есть и госслужащие, есть и многодетные семьи, инвалиды, спортсмены. То есть там весь набор, в общем-то, социально нуждающихся жителей. Ну, что сделано республикой в этом направлении, привлекательного, по крайней мере, для тех, кто попал в программу госжилфонда, был принят ряд нормативных документов в 2014 году, который позволяет после года проживания в госжилфонде на рыночных условиях по рыночной оценке заключить с рассрочка на 10 лет выкуп, соответственно, данной квартиры, в которой вы проживаете. То есть, в принципе, уже, соответственно, арендная плата не идет в доход, а выплачивается уже в виде уплаты, соответственно, по этому кредиту, по этой рассрочке. И мы видим, что интерес со стороны, даже с учетом того, что в госжилфонде проживают люди, не всегда имеющие дополнительную возможность финансовую, но, тем не менее, вот в 2014 году, вторая половина года после принятия вот этих нормативных документов, дала такой серьезный старт к желанию выкупить квартиру в собственность. Сегодня порядка 10% арендаторов заявили свои желания о выкупе вот на этих условиях, соответственно, на рыночных условиях этого жилья. И уже порядка 150 договоров заключено, в принципе, и процесс идет. Что касается 2015-2016 годов, все-таки у нас довольно большие обязательства, связанные с выполнением указов майских по аварийному жилью. Это второй и третий этап этой программы. И там требуются довольно серьезные бюджетные средства. Которые точно так же, как все остальные защищенные статьи бюджета, не могут корректироваться. Плюс ко всему есть, вот как мы уже говорили, оптимизация бюджетных расходов. Соответственно, мы, наверное, сосредоточим вот 15-16 годы работу по расселению жителей из аварийного фонда. То есть, ну, то, что будет высвобождаться в рамках горжего фонда, соответственно, оно будет предоставляться очередникам. То есть, работа, она максимально прозрачна, открыта. И я, как уже сказал, всю информацию можно узнать от операторов нашего государства жилищного фонда. Это, в первую очередь, Министерство строительства Чуваши и Министерство имущественных отношений. Иван Борисович, я понимаю, конечно, что прогнозы дело неблагодарное. Но вот в экономике, по-моему, без них сложно обойтись. Что вы ожидаете от следующего второго квартала? И каковы ваши, ну, скажем так, виды на год в целом? Ну, прогноз правительство сделало еще год назад. Уточняется он при внесении бюджета, соответственно, главой республики в госсовет. То есть, цифры прогнозные, они ориентированы. Понятно, что сейчас мы, так же, как правительство России, эти прогнозные цифры подвергаем корректировке. Бурно обсуждались показатели, по крайней мере, скептически. Настроены, ну, ряд, так скажем, экспертов по отношению к прогнозным цифрам, что все-таки будет определенное замедление. Но исходя из того, что вот как сегодня формируется портфель заказов для промышленных предприятий, как сегодня входят организации сельского хозяйства в начало полевых работ, цифры отраслевые министерства дают положительные. То есть, будет положительная динамика в сельском хозяйстве, порядка там 103-105%. Вот прогноз такой дает министерство. Министерство экономики по промышленности дает по первому полугодию. При исправлении ситуации, вот то, что я сказал, по концерну тракторной заводы, потому что без работы подразделений данной организации будет тяжело покрыть те пробелы, которые сегодня имеются. Для сравнения, концерн примерно дает около 8-10% в отгрузку промышленной продукции. И, соответственно, как сегодня идет изменение на 50% у них, не на 1, а на 2. Не заметить потери 3-4% в промышленном производстве, это тяжело ликвидировать какими-то другими отраслями. Но, тем не менее, Минэкономики планируют по полугодию выйти где-то на 100%, а год завершить в районе 102-102,5%. В принципе, по тем оценкам, которые сегодня мы имеем, это реально. Будем смотреть факторы. В первую очередь, это дисциплина расчетов, так скажем, заказчиков продукции нашей, так как порядка 80-85% нашей промышленной продукции идет все-таки на другие рынки региональные. И, соответственно, без нормальной кооперации, расчетов нам будет тяжело показать вот эти положительные темпы. Но, тем не менее, мы смотрим на это с перспективы и ждем отдачу от нашего комплекса промышленного. То есть, основания для беспокойства есть, ну, как у всякого здравомыслящего человека, да и у каждого здравомыслящего хозяина. Но поводов для паники нет. Я думаю, вообще паники не стоит никогда вдаваться, поддаваться. То есть, нужно работать, смотреть реально на ситуацию, оперировать расчетами и работать с собственниками, с менеджментами предприятий. Вот сейчас целый ряд встреч прошел у меня, главы республики, министерства именно с реальным сектором экономики. И когда руководители предприятий выкладывают, что у меня там план уже сверстан на 15-й год, вот я уже там получу какие-то авансы, заказы, и почему вы подвергаете сомнение, что я это не выполню из-за того, что там идет мировой кризис? То есть, в принципе, вот-вот ситуация. Естественно, есть пожелания. Сегодня, допустим, очень сильно снизилась доступность финансовых средств. Если раньше любое предприятие имело какие-то открытые кредитные линии, покрывало за счет них разрывы кассовые, как по налогам, неналоговые фонды, выплату зарплат. Сегодня, в принципе, во-первых, это стало дороже, и банки об этом говорят. Второе, банки очень строго подходят, оценивают бизнес. Смотрят, и если раньше у тебя линия была 300 миллионов, сегодня тебе ее дадут 100 миллионов. Если раньше твои залоги оценивались в миллиарды, сегодня их оценивают в сотни миллионов. То есть, вот, проблемы они есть. Но мы ждем, что все-таки во второй половине года именно вот эти шероховатости будут решены, и это даст новый толчок к развитию всех кооперационных связей. Ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо. Я напомню, что сегодня на студии был председатель Кабинета министров Чувашской Республики Иван Борисович Моторин. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»